Здравствуйте! Наша недельная глава называется Ваякель. В нашей недельной главе рассказывается, как Муше собрал весь греческий народ и начинает отчитываться перед ним, что купили, что сделали. Они ведь дали труму. Десять недель назад мы знаем, что они дали труму. Они дали золото, серебро, медь, бриллианты разные они давали. Сейчас Муше Рабейну отчитывается перед ними, на что они потратили каждый из материалов, который он собирал. И есть очень интересный момент, который мы видим в нашей недельной главе. И собрал Муше весь греческий народ и сказал им, вот эти вещи, которые заповедовал Всевышний, и сделал их. Шесть дней работай, и в седьмой день у тебя будет шаббат, кодыш, святой день. Кто-то будет работать в нем, умрет. Маш, это очень интересный вопрос, очень логический, ведь в прошлом дельной главе Хитиса мы то же самое видим. Всевышний заповедовал, соблюдать шаббат, не нарушать, не делать никаких работ. Так, получается, зачем повторение, что каждый день глава будет рассказывать, что Всевышний сказал, что нужно соблюдать шаббат. Он еще при даровании Торы, он сказал, что нужно соблюдать шаббат. Теперь видим еще раз здесь, и еще раз. Как можно это объяснить? Я думаю, что нужно сказать, что когда Всевышний давал нам заповеди, он дал нам тоже шаббат. Одна из заповедей это шаббат. Шаббат это день отдыха, когда человек приходит домой, у него есть целый день с семьей, нет у него всяких там разные вещи, которые его отвлекают, нет работы, у него нет телефона. Он все с семьей, это как бы себе такой день. Но это тоже написано, что это кодош, как мы прочитали в пасуке. Это будет светлым днем. Так нужно сказать, что в шаббат это очень важная вещь. Очень важная вещь, если мы видим, что Тора постоянно говорит. Если человек повторяет очень много раз одно и то же, значит он что-то хочет передать. Нужно понимать, что шаббат это очень важный день. И с соблюдением шаббата можно прийти к богобоязненности, соблюдению митцвот. Об этом наша недельная глава. Шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok